Всем привет! Симхай из Солнечной Австралии! Рад снова вас приветствовать на своем канале Шубуршим по Австралии. Меня зовут Илья Шибаршов. Шибарик в эфире. Друзья, ни для кого не секрет то, что в Австралии обитают самые гигантские пауки и змеи, самые гигантские крокодилы и самые гигантские различные насекомые. А вы знали то, что в Западной Австралии также обитают 5 гигантских троллей. Всех этих троллей можно найти в городе Мандура. Мандура находится на расстоянии порядка 70 километров от города Перм. Поездка на автотранспорте занимает около часа, но может быть чуть меньше. Приглашаю вас на небольшую экскурсию. Поедем до города Мандура. Ну все, по коням! Субтитры делал DimaTorzok Все, добрались до города Мандура. Палка сломалась опять. Сейчас будем выдвигаться в сторону киоска, где заранее, конечно же, через интернет я забронировал наши велосипеды вместе с тележками для детей с прицепами. Погода сегодня позволяет. Не 40 градусов, не жарко, не холодно. Порядка 30. Не ветрено. Я думаю, будет очень комфортно, конечно, крутить педали. Ладно, выдвигаемся в сторону киосков. Так, кафешечки. Туристы сидят, отдыхают. Вот он киоск справа. Визитер-центр, там можно взять брошюрки, карту. Вот эта женщина нам будет сейчас велосипед выдавать. Вот такие тележки для детей. 10 долларов стоит аренда. Короче, электробайк. Педали крутить надо будет вообще с минималкой, не напрягаясь. Получается, что у них. Короче, велосипеды стоят. И электросамокаты, в том числе шлема. Работают они каждый день. Короче, выдвигаемся. Все, велосипеды взяли. На карте нам нарисовали, куда ехать. Сказали, что ехать до второго гиганта часа полтора займет. Посмотрим. Красота. Народ гуляет по набережной. Красиво, спокойно здесь. В общем, за все я за два часа заплатил 110 долларов. Но это с учетом промокода, с учетом скидки. А так, в прошлый раз нам обошлось 180 баксов на три часа. Плюс 100 долларов в депозит. В этот раз 100 долларов нас не брали. Она говорит, ну, вы люди проверены, поэтому депозит вас брать не буду. Депозит возвратных, соответственно, возвращает в этот же день на карту. Вот дядька что-то делает на инструменте национальном игре. Вообще, они, конечно, интересно придумали. Построили специально прогулочную велосипедную дорожку, для того, чтобы попасть легко на гигантах, на велосипедах, либо на самокатах, электросамокатах. Ну, понятно, на автомобиле туда можно добраться без проблем, конечно. Парковка там вроде бы есть, но, единственное, придется немножко пешком пройтись. Вот сейчас по мосту движемся над рекой, чтобы попасть на соседний берег и там уже заехать на велосипедную дорожку и добираться до гиганта вдоль берега. Вот такая бухта нам попадается по дороге. Ну, как бухта? Ну, можно сказать и бухта. У людей помимо автомобилей еще катера стоят на причале. Живут? А это как раз-таки въезд в этот райончик, где причал с катерами. Похоже, достаточно зажиточные здесь живут люди, скорее всего, а может быть и нет. Ну, машина вот, допустим, обычная выезжает. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, здесь на берегу моря вот то, что дома идут, у всех вот такие заборы полуметровые. Для чего я так подозреваю? Есть знаки, которые говорят о том, что здесь очень много змей и ползучих гадов всяких. Ну, поэтому народ и при строительстве учел вот эти все моменты. И вот такие заборчики полуметровые. Конечно, если здесь жить на берегу моря, летом по-любому красиво. Минусы. Конечно, если здесь жить на берегу моря, купить дом или построить. Ну, я думаю, больше купить. Вряд ли сейчас можно будет построить уже все давным-давно распределено. Зимой по-любому ветер холодный. Если у нас в городе днем температура плюс 15, утром на работу идешь градусов 8. А здесь на берегу моря, на берегу океана, 100% зимой очень холодно. И на отопление много будет денег уходить. Ну, дома вообще, конечно, интересные. Конкретные такие дачи красивые. Вот он, первый гигант. Располагается на западном побережье Австралии. Город Мандура. Красота. Сейчас как раз рассвет. Море спокойное. Вот так он интересно выглядит. Конструкция, понятно, деревянная. Это визуально сразу заметно. Автором всех гигантов является датский художник Томас Дамбо. Томас Дамбо. Самое, что интересно, Австралия была первой страной, где эти гиганты установлены. Подобные гигантские тролли установлены в различных странах. Их порядка сейчас, вот я в интернете посмотрел, до 100, либо 90, либо 100. Ну, примерно вот так, уже сейчас на память, к сожалению, не помню. Куриная совсем. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, приехали сейчас до второго гиганта. Надо будет немножко пройтись, наверное, метров 500. Стандартное обозначение на входе у нас, как всегда, змея. Но это мы, понятно, собаки и не мусорить. Ну, австралийцы, конечно, молодцы. Они умеют из любого практически места. Они прекрасно понимают, что континент очень богатый на различные красивые места. Их просто сотни тысяч. И постарались каждое место максимально сделать комфортным. Для того, чтобы люди приезжали, отдыхали, смотрели, наслаждались пейзажами. Это же круто. Ух ты, ничего себе здесь такая бухточка небольшая. Вот, пожалуйста, домики, катера. Все есть. Пожалуйста, домики, катера, все есть. Если деньги позволяют, вот надо где покупать бунгало. Не на Бали, не в Москва-Сити, нигде. А вот именно здесь. В принципе, я думаю, цена будет примерно та же самая. Зато можно поставить свою лодку, яхточку небольшую, катерочек. Пожалуйста, на рыбалку утром проснулся, поехал. Либо на пляж, тут буквально 5 минут на пляже купаешься в свое удовольствие. Ну, плюс еще эстетическое удовольствие получаешь. Птицы, они у нас везде. Великолепно. Водичка спокойная. Пирс небольшой. Ну, как пирс? Не совсем пирс, конечно. Баки мусорные, все у нас здесь есть. Таблички, как полагается. Не купаться, не прыгать. Осторожно. Все здесь скользко. Камни. Этого чувака зовут Себа Сонг. У него впереди, там, сбоку такая здоровая дудка. Так. Рыбаков не будем смущать, что они на меня так подозрительно смотрят, как будто я с удочкой пришел. А, слушайте, ну к нему не знаю, как подобраться. Вот он как выглядит, он у него зубы выпирает. Интересный такой, своеобразный чувачок. Но, к сожалению, ближе подобраться не смогу, потому что сзади море, и просто туда не наступить. Уже глубина сразу поширает. Так хотя бы можно было бы попробовать его с фронтальной стороны, со стороны лица снять, показать вам, как он выглядит. Ну, я сейчас вздром поснимаю. Продолжение следует... Второго гиганта мы с вами посмотрели, познакомились с ним. Отправляемся на следующий. Он обитает в лесу. Добираться километров 10 от данной точки займет, не знаю, сколько по времени. Располагается он на выезде из города Мандура, где-то там в лесу, в чащах. Короче, будем искать. Опа! Первый раз встретил дикого кенгуру. На дороге стоит. Вот это да. Молоденький еще. Так, мы приехали, значит, к третьему гиганту. Его зовут мистер Литл Луи. Маленький Луи. Такая, довольно-таки, такая лесная чаща. Очень интересно. Здесь птички поют. Шваркотчут. Сами можете слышать, кстати. Сегодня у нас прям день встречи с разными животными. Попугайчики. То кенгуру попались, то он попугаи. Смотри, какие красивые. Че-то жуют. Ну вот как не снять таких красавчиков зелененьких? Че он там? Копается, сидит. Че-то интересненькое ищет. Орешки, семечки. Он там еще гуля сидит непонятные. Ну для меня непонятные. Батюшки мои. Кто-то там наверху шкваркотчет. Наверное, тоже попугаи. Вы знаете, я больше всего переживаю за вот эти таблички со змеями. Разные обозначения. Куда не приедешь, везде эти таблички. И тут у нас как-то... И тут у нас как-то на работе зашел разговор по поводу антивенома. Ну то есть противоядия от змей или там пауков. Я спросил у одного из своих коллег, как вообще вы справляетесь, если, допустим, что делать, вас укусила змея. Не важно, где вы находитесь. В лесу, либо там у себя на ранчо, на даче и так далее. В поездке. На что он мне ответил. Илья говорит, мы в детстве, знаешь, как делали? Нас учили. Нас учили так. Если вдруг змея укусила, ты ей бошку ху**к отрубаешь в пакет и в больницу. Ну там в пакет, в кулек, в карман положил голову, либо там хвост. Потому что, допустим, там 20-30 лет назад, ну неважно, когда еще телефонов не было с фотоаппаратами, надо было описать змею. И не всегда дети, подростки, либо даже взрослые могли описать правильно. Поэтому предыдущее поколение австралийцев так и делало. Змея укусила, ей голову отрубили, в пакет с собой положили и в больницу сразу же. Ну понятно, первая медицинская помощь, это что нужно сделать? Обязательно наложить жгут выше укуса, чтобы кровь дальше по телу не распространялась. Какой-то компресс холодный вроде бы предложить. Но так люди раньше справлялись. Да, растительность, конечно, в Австралии очень интересная. Разнообразная до невозможностей. Ребят, зацените, какой лес, елки-палки. Красота, блядь. Что у нас? По дороге вот встречаются таблички, указатели. Ну, короче, не заблудимся в лесу. О, птички летают. Он там даже прячется. Я, правда, отсюда их не смогу вам заснять. Ну, такие интересные воробушки, черно-белые. Да. Сдрона снимать не буду, чтобы никого не пугать. Тропинка, все как полагается, в лучших традициях австралийских. Все облагорожено. Надо прийти погулять. Пожалуйста, пришел погулял. Вот они, друзья. Наверное, за мной наблюдают. Шпионы. Красавчики. Что могу сказать? Красавчики. Да, конечно, лучше бы тут какую-нибудь профессиональную камеру иметь. С отличным зумом, чтобы птичек поснимать. Все время не успеваю. Как птицы пролетают, небольшая стайка. А у меня камера выключена, блин. Короче, добираться мне еще порядка метра. Метров 500 осталось. Всего я по карте посмотрел километр от парковки. Так, указатели говорят, что нужно свернуть на вот эту тропинку. А кажется, я вижу, вон он сидит тролль в кустах. Вон он, вон он, ребята. Вон он тролль. Лесной тролль. Ух ты. Ну, издалека такой страшноватый. Страшноватый. Литл Луи. Гутен Морген. Ух ты. Видали, какая крыска интересная пробежала сумчатая? Блин, только обратил внимание. О, здоровенный. Ребята, я здоровенный. Это третий тролль. Третий гигант. Литл Луи. Ну, видите, у них получается концепция какая. Все сделано из переработанного дерева, из материала. Все. Скульптор слепил, как ему видится. Вот он так интерпретирует своих троллей. Если честно, я даже не предполагал, что помимо Австралии, еще и в других странах, 99 или 100 троллей всего по всему миру раскидано. Обойдем его сбоку, со спины. Сделали ему такую спину с кочеряшками. Ну и шнобель у тебя, чувак. У нас еще осталось два тролля. Один тролль спрятан в лесу. К сожалению, у Google почему-то местонахождение нам не выдает. Это надо конкретно искать, заниматься поисками. У меня на это сейчас нет возможности и времени физически. Просто не успею. У нас есть еще один тролль, четвертый. Мы обязательно до него сейчас доедем. Так, значит, приехал в парк. Все, здесь у нас сейчас последний у нас заключительный четвертый тролль валяется. Прям на полянке мы сейчас до него пройдемся. Тем временем, смотрите, кто у меня за спиной. Вот они, корифанчики, ибисы. Вообще, ибисы считаются в Австралии помойной птицей. Они по помойкам шарятся, постоянно в парках обитают. В общем, за людьми подъедают то, что мы не съели, к сожалению. Вон он, наш последний гигантский тролль. Валяется на полянке, прямо в центре города. Так примерно выглядит скверик небольшой. Но тут в основном с собаками гуляет, я смотрю, в док-парк. Вот он, наш мистер Билли Боб его зовут. Валяется в нашей любимой позе. Билли Боб, посмотрите, в какой слегка неестественной позе валяется. Коленочки поджал, как будто пришел к определенному специалисту. Вы знаете, что я хочу вам сказать? Такие аналогичные инсталляции можно встретить на территории вообще всего континента. Очень много различных арт-объектов, которые действительно можно встретить в самых немыслимых местах. Вот, например, мы отправились, допустим, в город Мандура. Ну, кто бы мог подумать, если ты не знаешь, что ты в жизни догадаешься, что там обитает здоровенный, лохматый, гигантский тролль. В общем, лично для меня Австралия это неизведанный континент. Я буду стараться делать различные интересные видео, увлекательные, и буду вас знакомить потихонечку с Австралией. Друзья, ну вот и подошел наш выпуск к концу. Сегодня нам удалось с вами прокатиться до города Мандура, посмотреть четырех гигантов. Надеюсь, что сегодняшний выпуск вам понравился, вам понравилась наша экскурсия. Постараюсь вас встретить, радовать различными видео разнообразными. Те, кто еще не подписывался на канал, подписывайтесь, поддержите канал, поставьте лайк. Всем спасибо большое за внимание, до скорых встреч и всем пока!